Сегодня у нас 11 марта. Ксения, расскажите, ну, в двух словах примерно, что вас беспокоит, как вы нас нашли, с чем пришли. Ну, Виктория меня уже знает, я второй раз. К вам, Виктория, к вам вместе сейчас. И я проводила, у нас был сеанс 10 декабря с Викторией Еленой. И после сеанса, первые три дня я просто порхала, летала. У меня были огромнейшие крылья за моей спиной. Когда я ложилась спать, у меня закрывало глаза, и у меня просто бабочки, цветы. Я думаю, что это такое? Такое бывает вообще, в принципе, в жизни? И буквально вот три дня, и дальше на меня пошли атаки. А на третий день, когда я себя видела, то есть я делала медитации, как раз я побегу с утра и вечером для поддержания, потому что я понимаю, что будут атаки, будут нападать. С какой стороны, я не знала. Но тут, конечно, самых таких близких сторон начались атаки. Это со стороны моего мужчины, Акселя. Это было глубоко, больно, и прям самое-самое такое сердце. Это было, как бы у меня в детстве было очень много ситуаций, когда меня мальчики, парни обижали, делали очень больно. И в этот момент они говорили, только попробуй еще раз так сделай, и будет еще хуже. Я думаю, господи, ну я же ничего им такого не делала. То есть, ну, играли там в догонялки. Либо я пыталась с ними заигрывать, как другие девочки, и мне тут такие просто угрозы и с болью, как бы, с таким легким, так скажем, насилием. И он сделал то же самое. Просто мы тоже вот безобидные, как бы, игры там. И получается, что он ударил прям в самое-самое мое больное место, которое я уже очень давно забыла, вычеркнула. Но как бы получилось так, что это снова меня настолько сильно и больно задело, что с этого момента все пошло просто на 180 градусов наоборот. То есть, отношения были великолепные, все было хорошо, замечательно. То есть, я понимаю, что я наконец-то встретила того мужчину, которого я хотела видеть рядом с собой. И он говорил то же самое. То есть, у нас были хорошие гармоничные отношения. Но вот спустя вот три месяца, и сейчас у нас доходит до того, что мы уже пришли к моменту разрыва. То есть, он и поменялось и ко мне отношение, и, в общем, на 180 градусов. С этой же стороны у меня тетя Любовь с маминой стороны. И у нас с ней как бы всю жизнь такие конфликты. Она всю жизнь любила учить, как жить, кому что-то, как делать. А последний год, когда умерла бабушка, я начала заступаться за дядю, так как он алкоголик. И она приезжала, там делала, что хотела. Могла приехать, забрать паспорт, отдать его в лечебницу, откуда он сбегал. Потом она подала на него в суд, потому что решила, что бабушка вроде бы как была невменяемой. Но когда бабушка подписывала свою половину квартиры на дядю, она была абсолютно вменяемой. У нее был день рождения, 80 лет, все ее видели, все было хорошо. Она была в полном здравии, в полном уме. В итоге я начала его защищать. Я сказала, что она не имеет права заходить в эту квартиру, так как я там имею тоже долю свою. И Саша, и я. И я ей сказала, чтобы она туда просто больше никогда не заходила, иначе я на нее подам в суд. В общем, с этого момента у нас все и началось. И сейчас уже у нас дошло до того, что она настроила всех. Она лжет всем родственникам, настроила всех против. Тот дядя, который был за то, чтобы мы у нее отсудили микродолю, которая она вступила после смерти бабушки. Это микро-микродоля. И она просто из-за того, что вот ей так хочется сделать, говорит, я просто не дам продать квартиру. В итоге, в общем, у нас сейчас судебные разбирательства начинаются. Она и на маму подала в суд. То есть я там на нее собираюсь. Ну, в общем, полный такой прям трэш. И вот на протяжении трех месяцев, и сейчас это развернулось уже до такой степени, что для меня это стрессовые ситуации, и все в один момент. И на протяжении вот этих трех месяцев я как раз до того, как Виктория с Еленой разошлись в разные стороны. И до того момента, как я увидела видео Виктории, что на самом деле происходит, я за неделю до думала обратиться повторно, потому что я не понимала, что в моей жизни происходит. Почему так? Ну, то есть как бы не должно быть так. И я хотела повторно. И тут вот все само собой, череда событий. И Виктория рассказала, как, что на самом деле происходит. И самое интересное, что когда был сеанс с Еленой и Викторией, у меня почему-то было какое-то чувство, что что-то не то. Я не могла объяснить, я для себя не могла понять, но я понимала, что что-то не то. Как-то, ну, не совсем чисто. Вот не совсем как-то до глубины чисто. И что-то вот, какой-то подвох. Я не знала, почему, но вот такой момент у меня проскочил. Я думаю, ну, может быть, я там себе что-то придумала. Ну, оказывается, не придумала. Вот эти два аспекта, как бы я бы хотела узнать, почему у меня с моим мужчиной так. И хотелось бы, конечно, наладить отношения. И с тетей тоже бы хотелось разобраться и понять, почему это эзотерическая причина или еще какая-либо причина, почему это все, в принципе, так происходит на протяжении всей жизни. Как бы и у мамы моей, с ее сестрой, вот с любовью как раз тоже всю жизнь такие натянутые отношения. И как бы в окружении ее никто не любит, за ее характером. А как зовут вашу маму? Ольга. Хорошо. Продолжай. Да, эти два аспекта. Так, следующий. Хочу убрать штрих-код с лба, когда я делала паспорт. Это я уже потом узнала. И я бы хотела это убрать в себя. Я знаю, что это есть. И когда я говорю кому-то, что этого нет, у меня пальцы мой ска крутят, говорит, ну, ты там сумасшедший. Я говорю, окей, окей, ну, ладно. Дальше. Хочу отказаться и очиститься от космических рун. Это было года три назад. Я в интернете, как обычно, в ютубе искала, нашла Романа Головина. На тот момент, после Академии ясновидения, в тот сеанс мой с Викторией все это убрали, Академию ясновидения. Но я забыла про Романа. То есть он вместе со своей дочкой, она как тоже ясновидящая, то есть она общается с другими космическими сущностями, с других измерений. И мне сказали, что все можно исправить, все можно наладить в вашей жизни. То есть у вас там так-то, так-то, и мы вам можем поставить руны. То есть вот какие-то космические руны мне на тот момент поставили. Это стоило тоже как бы немалых денег. Как бы их, в принципе, воочию я не видела. То есть я не могу ничем подтвердить и сказать, что они должны стоять, что мне их поставили. Но если их и поставили, я бы хотела их убрать. Хорошо. И свою простуду, чтобы не мешало ничего. Еще один момент следующий. Также нашла Татьяну Животворящую уже через какое-то время, года тоже через полтора или два. Она рунолог. Ой, не рунолог, а таролог. И у меня всегда был момент, что я хотела бы сменить свое имя, сделать обряд перенаречения. И она мне подсказала, как это можно сделать. Я это сделала, обряд. И она подсказала, посмотрела, какое имя. Имя мне, говорит, вышло имя Ярила. Это имя мужское. Говорит, вот тебе прямо вот сейчас, потому что у тебя силы не хватает, еще там что-то. Вот тебе нужно сделать. Я сделала этот обряд с имени Ксении на имя Ярила. И я бы хотела его отменить. Все убрать, очистить, чтобы этого никогда не было. И чтобы это мне не мешало тоже в моей жизни. Это у вас было такое желание поменять имя? Да. У меня было такое желание, потому что, я не знаю, почему, но у меня всегда был момент, я знала, что меня назвала вот как раз тетя Люба, с которой у меня плохие отношения. Я знала, что она мне дала имя. И мне всегда, я всегда маме задавала вопрос, мам, а почему? Почему ты не могла придумать, дать мне имя? Почему Люба дала мне это имя? И мне оно не нравилось. Я хотела сменить. Но у меня в паспорте Оксана, а мне нравится больше Ксения. Как-то она мне, ну хотя мне и крестили, то есть мы отменили, конечно, это отобряет крещение. Ну вот хотелось бы вообще как бы всегда сменить имя, чтобы что-то поменять в жизни, чтобы по-другому пошло. То есть какие-то другие, я знаю, что имя несёт своё значение, свою силу, свои какие-то плюсы. Ну, естественно, и там минусы тоже какие-то есть, но вот что-то хотелось в своей жизни поменять. То есть я уже перепробовала очень много всего, и теперь вот нужно это всё почистить, прям убрать, потому что на том сеансе я это всё написала, но как-то у меня так получилось, что я ничего этого не озвучила. Как-то всё очень резко, и когда меня спросили, ну давайте аспекты, у меня всё вылетело из головы. И вроде бы всё было подготовлено. Так, следующий аспект. Я нашла Ирину Ищенко, также в интернете, но я её нашла, когда я искала как раз поездки в Бразилию к шаманам, чтобы попить айваски, чтобы там найти, пойти в другие пространства, очиститься там, и всё-всё-всё. Я нашла Ирину Ищенко, очень хороший и психолог, и она тоже очень много всего изучала в своей жизни. У неё там 25 лет разных, различных практик. Она там и в буддизме, и в иудаизме, в общем, много всего. И вот она пришла сейчас к такому пониманию и обучению. Она сейчас обучает, что мы можем заходить в своё квантовое пространство и менять то, что у нас было когда-то. Те ситуации и все вот эти триггеры мы можем закрывать, и в том квантовом пространстве мы можем их менять. Поменять по-другому, прочувствовать, что это и как. Может быть, это тянется с прошлых жизней, может быть, это с родового, с рода идёт откуда-то, от бабушек, от дедушек, от прабабушек, в общем, со всех сторон, с маминой, с папиной стороны. Либо то, что я сейчас там где-то когда-то сделала, там в детстве, какие-то обиды, травмы. И вот можно заходить в то пространство, пишешь вопрос, и начинаешь по листочкам раскладывать и чувствовать, куда, что тебя ведёт, и таким образом менять и в том квантовом пространстве на положительные, хорошие ситуации, либо вообще отменять. Ну, вот таким вот образом. Я хотела бы отменить это всё, что я делала, потому что я не знаю, я не могу сказать и утверждать, точно ли я туда зашла, что я там сделала, как я там делала. Я не знаю, и поэтому я бы хотела отменить, если что-то мне там навредило. Хорошо. Следующий такой вопрос, что почему я не могу выйти замуж, в чём причина? У меня как бы всю жизнь, в принципе, у меня не было проблем с мужчинами. Я и жила долгое время. Потом, когда хотели уже жениться, я говорила, что нет. И как-то всё... А в последнее время, в последние годы получается так, что первые два месяца мне говорят, что всё, там любовь, там всё классно. Да, у меня тоже любовь. Я открытый человек, я всегда доверяю, я верю и хочу, чтобы со мной тоже так же не обманывали ничего. И в итоге первые месяц-два всё, люблю, не могу, хочу жить вместе, там женимся, всё, там хочу семью, детей. И через два месяца просто как отрезают. Вот я не могу понять, в чём причина, почему такая загвоздка. Может быть, где-то из моего детства что-то тянется, в моей психике. То есть я понимаю, что там, если просмотреть со стороны психологии, это наши там какие-то триггеры, которые всегда там... Не культ семьи, а то, что я видела, пример моей семьи. Там мама, бабушки, там дедушки, как они общались, может где-то что-то, как со мной себя вели, как я себя вела, то есть как я пыталась заслужить любовь. Ну, просто я не знаю, каким, что на это влияет. Вот я бы хотела выяснить причину и хотелось бы закрыть вопрос, чтобы у меня не было проблем создать семью, быть любимой, любящей, и быть мамой, и счастливой женой, женщиной, и также дарить своему мужчине то же самое. Хочется гармоничных, хороших отношений, и как-то резко сначала все хорошо, а потом резко как-то это все заканчивается и просто длится долгое время, год, да вот я не знаю. И когда я начинаю уже задавать вопросы, я понимаю, что отношения пришли в какую-то точку, а отношения должны развиваться. Я понимаю, что у нас просто ступор. Я начинаю задавать вопросы, ну, как бы, что мы будем делать, там, будущее. А мне говорят, что, ну, я не знаю. Я не знаю нашего будущего и все на этом. И я ничего не могу с этим сделать. Вот я бы хотела убрать, понять, почему, как, и это все убрать, чтобы наладилась моя жизнь. Еще один такой аспект. Я с трудом, мне всегда с трудом удавалось учиться. То есть, чтобы учить, там даже в школе какой-то урок, мне нужно было учить, просидеть там 4-5 часов, а другим получилось, чтобы просто один раз прочитать и пересказать, и все хорошо. Я хочу выучить языки, я хочу выучить английский, я хочу выучить немецкий. Да, очень хорошего уровня. Но у меня проблема в том, что плохо с запоминанием. И когда я что-то хочу сказать, у меня очень много всего путается, начинается каша в голове, многие слова я забываю. Вот хотелось бы убрать эти блоки, либо какие-то программы, которые стоят, мешают мне, на самом деле, выучить язык, ну, не один язык, хотя бы два, и спокойно на них разговаривать. Я знаю, что как бы это возможно, но мне это дается с очень большим трудом. И последнее, чтобы я хотела тоже почистить, убрать, я делала татуировку после как раз поездки в Бразилию. Я сделала себе татуировку «Цветок жизни» на спине, между лопаток, достаточно большая. И я бы хотела убрать, если она несет мне какой-то негатив, что-то плохое, я бы хотела бы это убрать. Я понимаю, что татуировку, как бы я и сводить ее, понимаю, что я ее не буду сводить, она останется. Я просто хотела бы убрать вот ее воздействие, которое идет. Ну, и, конечно, избавиться от всех подключек, Грегоров, всех интерферентов, которые, если вдруг есть, от всех блоков, привязок, контрактов, может быть, если вдруг какие-то там остались. И просто передать всю эту информацию родителям, папе Сергею, маме Ольге и брату Андрею, и всем родственникам, и вообще всем людям это освобождение. Папа Сергей. Да, папа Сергей, мама Ольга и брат Андрей. Так, хорошо. Записал. Тогда отключите, пожалуйста, микрофон. Так, сейчас я свету себе включу. Так, Вика, ты готова? Да. Хорошо. Сейчас я посчитаю от пяти до одного. Ты пойдешь в наше рабочее состояние и расслабишься. Пять. 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 Четыре. Три. Два. Один. Один. Два. Что ты видишь, Вика? Я в нашем рабочем пространстве Хорошо Давай на счет 3 Ты в эфирном пространстве найдешь Эфирное тело Ксении 1, 2, 3 Да, я ее вижу Она как-то стоит Руки вот так держат У нее И как будто бы она вот заснула Как будто бы она стоит, а глаза закрыты Но когда Я на нее Обратила внимание Вот она почувствовала Вот это тепло Энергию теплую И она как будто бы начинает таять И она выглядит Вот где сектор Подписания контрактов Она вот как-то все ниже Находится Какая-то энергия И так с шлейфом Идет в сектор колдовства Просто энергия К ноге Вот эти Подключика в виде С такими шариками Черными К левой ноге Игла 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 Вот эта треугольная энергия Идет треугольником в сердечную чакру В голове Вот эта энергия Я просто слышу Все пожирающие Она вот так Даже считывается Что как будто бы кто-то Много каких-то Как червячков Что ли Вот как много Шелкопряды Например На фабрике Когда они кушают То такой хруст Стоит Когда один шелкопряд Кушает То не слышно А когда их там миллионы Тогда слышно И вот такой хруст Стоит Идет воздействие По всем Энергетическим Каналам То есть И как бы Сжирается Все в середине Вот И еще какая-то Отдельно Темная Такая Как дым черный Энергия Вот здесь Я слышу Дух Она идет В сердечную чакру Что еще Больше ничего нет И Когда я подумала Что это за дух Я сразу видела картинку Что это такая энергия Которая Подавляет Волю человека Делает его Безвольным Сонным И Неспособным Сопротивляться То есть Это все Единая система Почему-то Просто черными Буквами Вышел Вот из сектора Колдовства И Магии Черными Буквами Буквами Написана Магия Они Такие Как будто Быть Квадратные Такие Геометрические Парованные Буквы Так Это все Да Это все Я вижу Что через ногу Вот там Где внизу Через левую ногу Подключка Проросла Сердечную Чакру И Сердечной Чакре Образовался Такой Какой-то Шарик Черный Хорошо Вика Давай На всякий случай Считай Эфирное ДНК Это Ксения Да Это Она Хорошо Спроси У нее Разрешение На работу С ней И для Ни Да Она Просит Помочь Отлично Покажи Ей Вернее Спроси У нее Видит ли Она Что происходит В ее Пространстве Да Она Видит Я вижу Что она Каким-то Образом Разделена На Левую И Правую Половину Правая Половина Почему-то За Как бы Затерта И Там Написано Другое Имя Какое Там Там Написано Лада Я вижу Я Подумала Ну Здесь Так Все Быстро Происходит Что Это Как Это Я Увидела Как Она Водак Держит Паспорт С Паспорта Вот Это На Запись Как ее Зовут Но Имя Фамилия Все Данные Они Вот Так Вот Вышли И И И Текут Сектор Магии Колдовства Знакомая ситуация Но Мне интересно Почему Что Это Значит Давай На счет Три Ты Считай Что Это Значит Один Два Три Не вижу Что Это Ее Энергия Имени Всю То есть То Что Несет Информацию О ней Переходит В Какое-то Другое Пространство И его Переносит Как бы На компьютер На какой-то И его Рассматривает И Получается Что Считывается Эфирная ДНК И Перепрограммируется И Идет Такая Слышу Стереть С Книги Жизни То есть Они Переносит Информационный Код Кто Они Я вижу Какое-то Пространство Это Сейчас Я Рассмотрю Сначала Оно Показывается Как будто Б Люди В Белых Халатах Но Я Вижу Что Это Рептилии У Них Хвосты Есть Это Рептильная Цивилизация У Них Технология Какая-то Есть Я Снова Слышу Вот Это Технократия Я Вижу Что Здесь Задействованы Компьютерные Технологии И Ее Информацию Ее Данные Они Как бы Буквально Это Выглядит Как будто Какая-то Копия Ее Прозрачная И Как будто Бы Они А Вот Почему Вот Эти Руки После Вот Этих Последних Сеансов Руки Постоянно Не Я Вижу Что У Людей Руки Не При Них А Как-то Как будто Распяты И Там Это Рептильная Цивилизация Они Вот Я Вижу Что Они Буквально Человека Как будто Было Себя На Большом Экране Распяли Он Для Них Как Открытая Книга Что Они Хотят Сделать Я Слышу Поменять Что Поменять Посчитаем Посчитай Скажи Чтобы Я Четко Это Увидела И Услышала Хорошо На счет Три Ты Четко Увидишь И Услышишь Что Они Хотят Поменять Один Два Три Там Какая-то Защита Стоит На Этой Информации Я Приказываю Этой Защите Уйти Потому Что Это Пространство Принадлежит Ксении Она Нас Попросила Помочь И Мои Приказы Твои Приказы И Приказы Ксении Не Обсуждаются Выполняются На счет Три Эта Защита Исчезнет Один Два Три Да Я захожу Как будто бы Раскрывается Какая-то Шар Шар Раскрывается И я захожу И смотрю Что там Находится Там душа Находится То есть Они Идет Атака Именно На душу И Сейчас Считываются Энергии Слышу Слова Она жить Не будет С такой Яростью Оно Много раз Повторяется И Вокруг Души Как будто бы Какие-то Сущности Жадные Голодные Сидят И жрут Захлеб Они Я считываю Информацию Что Они Как бы Умирают Им не хватает Этой энергии И они понимают Что они гибнут И они С жадностью Делают Все Что угодно Только Бы Выжить Только Бы Получить Эту Искорку Жизни Это Все Гибнущие Жизни Это Все Это Гибнущий Я Мир Хорошо Хорошо Спроси Ксению Да Что-то Еще Хотела Посмотреть Да Знаешь Что Я Делаю Я Хочу Считать Потому Что Картинка Что Это Это Душа Ксении Она Говорит Да Она Протягивает Руки Руки К ней Я говорю Чтобы Она Поставила Фильтр Который Отфильтрует Все Чужеродные Холодящие Холодные Энергии И Через Этот Фильтр Она Пропустит Только То Что Ей Принадлежит И Чтобы Она Забрала Вот Эти Данные Пусть Она Приказала Вот Эти Данные Зашли Ей В Паспорт Я Говорю Чтобы Она Все Фильтровала Чтобы Она Включила Работу Внутреннего Критика Поставила Фильтр Я Вижу Как Произошло Замещение Она Забрала Душу Оттуда А Черное Вот Это Что Я Говорила Что Я Видела Такую Какую То Черную Какой Шарик Черный То Вот Этот Шарик Черный Ушел К ним Туда В Этот Портал Вот О Как Он Замещение Шла Речь Они Хотели Сделать Мне Приходит Зомби То есть Человек Без Души Понятно Так Все Черного Шари Нет Нет Сейчас У Ксении Начинаются Процессы Она Сильно Сильно Увеличилась Эти Все Ниточки Они Вот Черные Разные Они Превратились Просто В Прозрачные Нити Я Говорю Ксении Что Как Раз Время Расторгнуть Контракт С Этими Энергиями Что Она Может Зайти В тот Момент Когда Она Подписала Контракт Хотя Она Контракт И Не Подписывала Это Ложь Она Себе Этого Не Заказывала Поэтому Мне Постоянно Вот Приходит Магия Я Говорю Чтобы Она Расторгла Соглашение На Присутствие Энергии Этой Женщины Во Время Сеанса В Ее Пространстве Пусть Она Ее Вычеркнет И Пусть Прикажет Ей Забрать Все Эти Подключки Энергии Программы Воздействия И Все Последствия Пусть Себе Забирает По Принципу Кармы Пусть Забирает Забирает Да Она Забирает И Уходит Туда Вниз Я Говорю Ксении Чтобы Она Закрывала Этот Портал И Она Мне Что-то Показывает Что Так Вот Показывает Энергии Она 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 Видит Как Моя Энергосфера Вот Такие Вот Энергии Как Цветы Да Она Хочет Тоже Потому Что Вот Эта Энергия С Мозга Она Она Не Уходит Пока Еще Еще Есть Это Дух Тогда Тогда Я Говорю Что Она Должна Что Она Может Сейчас Если Она Хочет Вернуться Мысленно Перенестись То есть Прекрасный Мир В то Время Когда Наша Вселенная Была Свободна Пусть Она Перенесется В тот Мир Пока Когда Нашей Вселенной Не было Врага Не было Зла Она Может Себя Отыскать Там Я Вижу Ее Она Находится В каком-то У нее Тело Легкое Эфирное Тело Легкое И физическое То есть Она Воплощена Но Она Летает Свободно В пространстве Полупрозрачная Я Говорю Есть Ле Защитная Сфера Она Мне Показывает Что Есть Я Говорю Чтобы Она Мне Показала Своей Энергией И Она Мне Показывает Я Говорю Тебе Нравится Считай Информацию Этих Энергиях Сними Код Генетический Код Эти Энергии Такие же Как у тебя Да Они Цветущие Они Превращаются В узоры Но У нее Чуть Чуть Другие Потому Что Она Там Была Какая-то Более Прозрачная Вот Там Я Говорю Что Эти Энергии Ее Лично Ее И Она Сейчас Может Отыскать Где Они Находятся В каких Глубинах Ее Генетической Памяти И Убрать Все Те Программы Установки Все То Что Ей Мешает Вспомнить И Все То Что Мешает Ей Чтобы Эти Энергии Вырвались На Свободу Я Говорю Чтобы Она Сейчас Убрала Из Своего Пространства Все Упреждающие Программы Знаки Все Что Ей Мешает И Отдала Туда Откуда Эти Воздействия Пришли Давай На счет Три Это Произойдет Один Два Три Да Это Произошло Как будто Блоки Уходили И ушли В сектор Интерферентов Она Начинает Наполняться Энергией Этот Дух Оборачивается И Закрывается От Жара Энергий Он Начин Не А И он Начинает Рассыпаться Рассыпается И как Песок Уходит В Нижний Портал Я говорю Ксении Что Она Может Эту Энергию Которая Которая Разрушается Черную Скопировать ДНК Скопировать ДНК Своей Энергией Энергии Счиной Чистой Вселенной До Прихода Врага И Сделать Программу Иммунитет Антивирус То есть Чтобы И отправить Эту Программу Информационную Бомбочку В тот Портал С этим Духом Пусть Он Разрушается Пусть Люди Пробуждаются И пусть В них Пробуждается Воля К свободе И к победе А все Все Те Структуры Люди И На Легких Уровнях Сущности Которые Находятся В этих Тяжелых Энергиях Пусть Саморазрушаются И Самоуничтожаются Я вижу Как это Происходит Да Она Положила Эту Бомбу И Там Пошли Свои Процессы Я говорю Чтобы Она Закрыла И удалила Этот Портал Своего Пространства Так Сейчас Дело Доходит До До Этих Энергий В голове Я говорю Чтобы Она Их Идентифицировала Чтобы Она Сняла С них Генетический Код Сделала Отпечаток Самой Своих Чистых Энергий С энергий Чистой Вселенной Сделала Антивирус И Пропустила Выталкивала Эти Чужеродные Энергии И В этот Портал Положила Эту Информационную Бомбочку Я вижу Что Оно Их Уничтожает И они Очень боятся И они Буквально С головы Выскочили Из ног То есть То есть Они Так Где-то В центре Ее Эфирного Тела Вот Разорвался Этот Это Цепочка И они Выскочили И начали Убегать Она Посылает Я говорю Чтобы Она Посылала Эти Энергии С Антивирусом Обратно Туда Пусть Уходят Туда Откуда Пришли Сейчас Я вижу Как Выглядывает Этот Глаз С Портала Колдовства Я говорю Ксении Чтобы Она Тоже Туда Бомбочку Положила Вот Это Их Очень Сильно Пугает Они Бегут Сейчас Она Поднимается Вверх Я говорю Чтобы Она Швандарахнула Так Чтобы Эти Антивирусные Программы Дошли До Самого Основания Всех Злых Этих Цивилизаций Гибнущих До Основания Той Черной Дыры Которая Пытается Нас Поглотить Пусть Она Поглощает Саму Себя И Уничтожается На всех Уровнях А люди Которые Светлые Душой Но Находятся В этих Энергиях Пусть Освобождаются От этих Энергий Пусть У них Приходит Прозрение Все Что Подключено К этим Порталам Пусть Каждый Человек Который Имеет Подключку К этому Порталу К этим Энергиям Пусть Пусть Получит Эту Информацию С Иммунитетом Свои Она Может Стереть Она Стирает Вот Я говорю Чтобы Она Стерла Всю Информацию Об этих Событиях И Вот Как раз Мне Сейчас Приходит Почему-то Пришла Такая Мысль Что Как будто Кто-то Мне Говорит Это Когда-то Кто-то Мне Говорил Что Нельзя Стирать Информацию С информационных Полей Должен Остаться Опыт А я Вижу Что Это Не так Что Нужно Стирать С информационных Полей Своего Пространства Эти События И Таким Образом Пропадает Вот Эта Связь Это Как На Магнит Примагничиваются Те Энергии То Ксения Стирает И Освобождается Полностью От Этих Энергий Она Выходит Другое Пространство Я Вижу Что У нее С левой И С правой Стороны Как Какие Это Распорки Ее Еще Что Держит С Левой Стороны Кто-то Как Будто Бы Тянет Ее Вниз Я Говорю Чтобы Она Не Поднималась На Очень Высокие Уровни Пусть Она Выберет Более Комфорт Ну Для Работы Для Работы Самый Комфортный Уровень Но Не Очень Высокий Чтобы Не Разорвать Вот Эти Связи Кто На Нее Влияет Давай Посмотрим Кто Ее Тянет Там Там Какая Это Сущность Она Обычно Я так Вижу Клонов Не Людей Она Ее Как будто Чтобы Вот Так За Эту Распорку Тянет Хочет Притянуть Я Смотрю Куда Это Подключка Идет Подключка Идет К Сердечной Чакре От Этой Сущности Она Вот Как-то Здесь Прозрачная А Когда Заходит В Энергосферу Внутрь Она Становится Черной И Она Вот Так Как Змея Вот Так Вьется Просто Впивается В душу Я Приказываю Этой Сущности Этому Кому-то Принять Форму В Соответствии С Его ДНК На счет Три Он Примет Форму В Соответствии Со Своим ДНК Один Два Три Я Вижу Что Это Какой-то Мужчина Он У него Черная Энергия Он Связан С Нижним Порталом И Связан С Сектором Интерферентов То есть Он Стоит Как будто Бы На Такой Платформе На Которую Хочет Установить Ксению Я Так Думаю Что Этот Человек Связан С Каким-то Блоком Потому Что Вот Внизу Какая-то Точка Есть Страноватая Нужно Посмотреть Вот Этот Блок Вот Это Слово Что Он Сказал Не Делай Это Больше Никогда Это Что-то Оно Находится В Нижнем Портале Как Какая-то Точка Посмотри Это Вот Образует Какой-то Черный Ромб В Котором Находится Ксения Что Значит Этот Черный Ромб Это Ограничивающая Программа Через Которые Она Не Может Выйти За Пределы Этой Программы Я Хочу Посмотреть Давай На счет Три Тебе Придет Название Программы Один Два Три Название Не Приходит Я Вижу Как Внизу К Этой Точке Тянется Тоже Вот Такая Змейка Вот Она Вот Так Вьется Я Сейчас Ее Хочу Разложить И Считать Информацию Что Это Такое Я Как-то Ее Беру И Раскладываю Как будто На Каком-то Невидимом Экране Как будто Я ее Разрезала И Вот так Разложила Ее Шкурку И Она Становится Как-то Начинает Осыпаться И Высыпалась Какой-то Одно Горошенко И Сейчас Я Вижу Эта Горошенко Она Такая Там Информация Какая-то Есть Я Хочу Пойти И Посмотреть Именно В тот Момент Когда Эта Программа Зародилась Каким Образом Давай На счет Три Ты Пойдешь В тот Момент Когда Эта Программа Впервые Появилась И Зародилась Один Два Три Сейчас Я вижу Какое-то Пространство Я Не Знаю Еще Это В этом Воплощении Или Нет Я Вижу Маленькая Девочка Лет Четырех Или Пяти Наверное А Передней Стоит Какая Какая-то Сущность Большая Что За Сущность Я Вижу Что Это Стоит Большая Рептилия Она Находится В своем Пространстве Между Девочкой И Этой Рептилии Есть Пространственное Натяжение Межпространственное Натяжение Но Это Рептилия Каким-то Образом Связана С Этой Девочкой Эта Девочка Стоит На Такой Дорожке Которая Идет К Этой Рептилии Я Говорю Ксении Что Это Она Она Закрывает Глаза Я Говорю Не Надо Глаза Закрывать Закрывать Глаза Не Надо Ты Должна Это Все Увидеть Прожить И Отпустить Как бы Страшно Это Не Было Как Бы Ты Должна На Это Посмотреть Да Она Смотрит Я Говорю Ксении Чтобы Она Показала Именно Тот Момент Когда Зародилась Программа Мешающая Ее Процветает Женской Энергии Ее Счастью И Что Это За Слова Не Делай Больше Это Никогда Давай Насчет Три Она Покажет Хочешь Что Сказать Она Как-то Показывает Еще Более Глубокое Время Я Так Понимаю Что Эта Девочка Это С этого Воплощения Она Показывает Еще Туда Дальше Я Говорю Это С Прошлых Воплощений Она Я Говорю Что Ее Память Знает Все Пусть Она Меня Отведет И Покажет Когда Произошла Это Сбой В программе В ее Программе Быть Счастливой Кто Повлиял На Это Я Слышу Родовая Порча Я Вижу Женщина Очень Энергичная Она Придет Придет Вот Ногой Вот Так Вот Делает Станок У нее Она Делает Что Ткань Делает Кем Приходится Ей Эта Женщина Она Говорит Что Это Мама Она Называет Ее Мамой А Где Ты Она Лежит Маленькая Она Лежит В Такой К потолку Подвешена Такая На веревочках Люлечка Ребеночек Малюсенький Лежит Рожденный Недавно Родилась Это Ребеночек Девочка Еще Очень Красненькая Такая Малюсенькая Вот Она Просыпается И Начинает Плакать И Я Слышу В этот Момент Как Ее Мать Я Не знаю Что Она С ней Сделала На Физическом Плане На Эфирном Плане Она Ее Как будто Бы Бросила Землю И И Она Просто Кричит И Этот Крик Везде Не Делай Так Больше Никогда Но Я вижу Что Эта Женщина У нее Она Очень У нее Стресс Она Должна Работать У нее Родился Ребенок Вероятно Она Вот Злится Я Хочу Посмотреть Что Произошло В это Время И Я Вижу Родовое Древо Ксении И Вот Эти Энергии Сильной Боли И Разочарования Настолько Больно Что Это Как будто Были Вот Я Это Все Чувствую Сейчас Я Освобожу У вас Отсоединюсь Потому Что У меня Просто Слезы Смотри Без Эмоций Прописалась Эта Энергия В Генокоде Всего Родового Дерева И Спорчено Произошел Сбой В матрице На уровне ДНК И Вот Эта Энергия Боли Разочарования Несправедливости Чувство Несправедливости Потому Что Девочка Ни в чем Не виновата И Вот Это Оно Прописалось В родовом Дереве И Оно Пошло Вверх Сначала А потом Вверх И в стороны И расползлось По всему роду Я говорю Ксении Видит ли она Что Произошло Как В ее жизни В прошлой жизни Позапрошлой Произошел Вот Этот Это Событие Хочет ли она Почистить Потому Что Получается Так Что Это Она Из-за Нее Произошел Этот Сбой Это В ее Душе В ее Подсознании Родились Эти Энергии Я Говорю Что Она Может Эти Она Просто Не может Смотреть На Свою Мать Но Хочу Сказать Что Мать Она Смотрит На нее Она Же Чувствует Энергетически И Она Смотрит На нее И Она Видит Вот Эту Черно-красную Энергию Вот Такой Злости Какой-то Я Говорю Не Закрывай Глаза Смотри Смотри На Маму Прожжеви Все Эти Эмоции Улыбнись Ей Попроси Маму В том Маменте Изменить Свои Свои Небедование На На Радость И На Счастье Пусть В этом Маменте Мама Почувствует Материнское Счастье Я Вижу Как Мать Хватает Эту Девочку Прижимает К груди И Плачет Очень Громко И Просит Прощения У Дочки Она Встала Перед Ней На Колени То Ее Эфирная Часть Потому Что И Сейчас В этот Момент Эфирная Часть Ксении В том Воплощении Она Очистилась И Вот Этот Шарик Который Был Как Черный С Этого Древа Он Выкатился И Как Бы Рассыпался Исчез Ушел Туда Куда То В Нижний Портал Я Говорю Чтобы Ксения Проверила Все Своё ДНК А Также ДНК Её Рода Всех Родственников Которые Пошли С Того Воплощения И Чтобы Она Помогла Изменить Эту Этот Изъян Залечить Я вижу Как Она Идет И Излечивает И В конце Концов Она Как будто Вы Выдавливает Эту Черную Энергию И Она Уходит В сектор Колдовства Потому Что Материнские Проклятия И Материнские Вот Эти Плохие Негативные Слова Эмоции Они Как раз Черномагические Потому Что Подсознание Открыто У ребёнка И Мать Просто Прописывает Эти Эту Корчу Она Это Убрала И Сейчас Она Этот Пояс Одела Себе Вот Сюда Он У неё Находится Как Вышитый Пояс Я Её Сейчас Вижу Как будто Она В славянском Одеянии У неё Такое Платье И такой Пояс И он Сияет Весь Я говорю Что Она Может Просканировать Всю Свою ДНК И Убрать Все Программы Чужеродные А также Созданные Ею Самой Всё То Что Мешает Ей Быть Счастливой В полной Мере Проявлять Свою Женскую Энергию Материнскую Всё То Что Мешает Ей Встретить Её Единственную Родную Родственную Душу Которая Ищет Её И Которую Она Ищет Чтобы Они Нашлись Я Вижу Что Произошло Что То Я Вижу Ко Двое Людей С Прошлого Какого-то Воплощения Они Выглядят Как Славяне В Таких Возле Какого-то Костра И Они Поклонились Друг Другу Встали На колени Друг Перед Другом Лицо Вот Так Лицо Девушка И Парень И После Этого То есть Я вижу Что Их Эфирные Тела Как будто Пообещали Быть Вместе И Они Поднимаются Вверх И Сейчас Я Вижу Как Пара Девушка И Парень Они В Эфирном Пространстве Вот Эти Родственные Души Даже Не то Что Родственные Родственных Душ Может Быть Много Но Вот Эти Родные Души Которые Пообещали Быть Вместе Которым Хорошо Вместе Да Они Встретились Посмотри Пожалуйста Имя Этой Родственной Души Тебе Придет На счет Три Один Два Три Мне Пришло Но Я Не скажу А Очень А знаешь Почему Я не скажу Знаю Программировать Да То есть Если Потому что Такие Мужчин С таким Именем Может Встретиться Много И Она Может Ошибиться То есть Пусть Ее Душа Подскажет Потому что Она Ее Его Сразу Узнает И он Ее Сразу Узнает Она Сразу Знает Что Это Ее То есть Она Будет Чувствовать Совсем Другими Как бы Участками Своего Эфирного И Физического Тела Она Его Найдет И Узнает Хорошо Он Ее Ищет Он По ней Скучает И Она По Нему Скучает И Эти Все Мужчины Они Были В Ее Жизни Только Для Того Чтобы Поддерживать Эти Программы Сейчас Я Смотрю На Этого Человека Которого Она Считала Хорошим Человеком Но Он Не Ее Человек Он Отпускает Эти Нитки За Которые Он Ее Тянул И Он Утягивается Как-то Пропадает Это Аксель Да Он Рассыпался И Это Магия Черная Этот Кристалл В котором Она Ходилась Тоже Рассыпался Но Вот Еще Что-то Есть В Секторе Интерферентов Какая-то Подключка И Там Как будто Бы Кто-то Один Стоит Кто-то Есть Там Как будто Бы Такой Знаешь Столбик Забитый От Этого Столбика То есть Идет Какое-то Как бы Слышу Заземление Насчет Три Ты считаешь Что Это За Столбик Один Два Три Я вижу Там Какие-то Странные Знаки В этом Столбике Какой-то Знак Который В Квадрате Находится Я слышу Руны Что-ли Странная Конструкция Эфирная Конечно Ж Она Тянется К Ее Голове Вот Все От Романа Головина И его Дочки Анастасии Один Два Три Я не вижу Этих Людей Ее Пространстве Я вижу Что Это Эфирная Конструкция Которая Вот Эти Руны Создание Рун В Ее Пространстве Какие-то Руны Но Я вижу Что Эти Руны Какие-то Странноватые Они Не Несут Никакой Положительной Энергии Наоборот Застолбили Ее И Сделали Как бы Оставили Даже Не След Ее Просто Пригвоздили В этом Пространстве Этими Темными Энергиями Чтобы Она Никуда Не Поднималась Да Чтобы Она Была Как Она Как Громоотвод Получается Сейчас То есть Все Вот Эти Негативные Энергии Как будто К ней И Тянутся То есть Цель Этих Сущностей С нижних Порталов Сделать Из Человека Громоотвод То есть Один Раз Как Молния Там В этот Металл Ударяет И Эту Картинку Вижу А потом Это Становится Этот Разряд Там Все Больше Больше И Больше И Чем Больше Раз Ударяет Это Молния Туда Туда Как Благонит Намагничивается Я Спрашиваю Ксении Хочет Ли Она Эти Конструкции Убрать Своего Пространства Я Вижу Что Она Ломается Соглашение То есть Расторгает Контракт С кем Она Расторгает Контракт На счет Три Ты Увидишь Один Два Три В эфирном Плане Это Рептилии То есть Человек Пришла Она Пришла К людям А на самом Деле Это Сделали Цивилизация Рептильная Вот Этот Громоотвод Который Уходит Туда Вниз Вот Он Как раз И Контролируется Этими Рептилиями Вот Эта Рептилия Она Уже Где-то Три Раза По-моему В нашем Сеансе Зафигурировала Одна И та Же Она Здесь Была Первая Я Видела Как Сканировали Вот То есть В разных Ситуациях Она Проявляется Нужно Пойти Посмотреть Я так Понимаю Что это Не последний раз Мы ее Видим И нужно будет Ее отыскать Где она Встретилась Первый раз От этих Рун Отсоединиться Отсоединись Да Отсоединись И На счет Три Ты Увидишь Когда Первый раз Эта Рептилия Встретилась Ксению Один Два Три Я Снова Вижу Ту Маленькую Девочку Которая Стоит Перед Рептилией Но Она Это С Этого Воплощения Когда Она Получила Эту Генетическую Порчу Но Уже В более Взрослом Возрасте Я Вижу Что Эта Девочка На На земле Что-то Рисует Что Это Маленькая Девочка На земле Нарисовала Руну Знак Какой-то Она Взяла Палочку То есть Она Почувствовала Чужеродную Энергию И Она На земле Начертила Какую-то Руну Вероятно Ее Так Научили И Она Взяла Эту Руну Она Энергетическая И Она Вот Так Вот Приложила Вот Как бы Хотела Этой Руной Защититься От Этой Энергии А Эта Сущность Сказала Не делай Больше Так Никогда Но Она Убежала Эта Сущность Просто Ее Как бы Выдвинула В то Пространство Откуда Оно Пришло То То есть Это Руна Сработала Да Я Не знаю Что это Руна Или Нет Это Какой-то Знак Но Она Начертила Эта Девочка Начертила Что-то Но Оно Не Выглядело А Вот Когда Она Вот Так Вот Сделала То Это Был Совершенно Другой Знак То есть Она Начертила Другое Что-то Сейчас Я хочу Посмотреть Более Детально Эту Ситуацию Посмотри Я хочу Посмотреть На Энергетику Того Знака Что Она Начертила Да Я вижу А Я там Слышала 18 Я думала Что Это 18 Век Это 18 Год Сейчас Я Увидела Ее Маму Комсомолку Типа Знак Звезды И Она Звездочку Нарисовала На На Земле Палочкой Угу Я вижу Когда Она Нарисовала Эту Звезду Ну Вот Такая Негативная Энергия А Вот Как будто Бы Из-под Земли Начинает Вырастать Силуэт Этого То Проявляется Это Рептилия Девочка Почувствовала Эту Энергетику И Вот Она Сейчас Я Вижу Что Она Сделала То То Есть Когда Она Вот Так Вот Сделала У Нее Тут Этот Знак Был Как Руна И Она Отодвинула То То есть Она Своей Энергии То есть Она Не Эту Руну То есть То Что Она Начертила Это Не Была Руна А То Что Она Мысленно Создала То То есть Ее Энергосфера Умела Защищаться Она Умела Защищаться То есть Она Это Сделала Сама Без Помощи Всякой Руны Да Своей Энергии Да Своей Энергии Ну Вот Эта Энергия Я Вижу Которая У Нее С Руки Идет Она Имеет Так Узор То Есть Я Так Вижу Что Я Не знаю Что Такой Руна Ну Я Знаю В Принципе Но Это К Руном Как Бо Не Имеет Отношения Это Больше Имеет Отношение Вот Этот Знак Который Я Вижу Он Повторяет Свастические Знаки Вот Вот Это Да Славянские Какие Да 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 То 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 Это Эта Энергия Просто В Таком Виде Выходит У Нее С Руки И в этот Момент Он Снова Прокричал Это Делая Это Для Того Чтобы Усилить Воздействие Этой Порчи Я Говорю Ксении Видит Ли Она В Этого В Этой Ситуации Что Нужно Изменить Что Она Хотела Изменить Да Она Показывает Что Вот Эта Звезда Которую Она Нарисовала Это Как раз И Есть Вот Эта Энергия Темная Которую На Которую Притянулся Этот Потому Что Девочка Себе Что-то Думала И Это Нарисовала И Оно Проявилось Я Говорю Что Она Может Изменить Эту Ситуацию И Она Эту Ситуацию Изменяет Вот Это Я Говорю Что Она Мне Показала Как Она Ее Хочет Изменить Потому Что Я Вижу Что Вот Эта Звезда Нарисованная Она Такая Все Пространство Подчернело И Оно Как-то Уходит Именно В тот Момент И Эта Энергия Соединяется С той Энергией Которую Поставили Ей Эту Руну То есть Это Все Взаимосвязано Я Говорю Чтобы Она Отменила Этот Момент Чтобы Она Вот Она Ломает Палочку И Она Не Рисует На Ну На Земле Этот Снак Как Бы На Пыли Пыль Такая Пыль Везде Она Буквально На Вот Пыль И Она В Пыли Это Нарисовала Сейчас Она Это Отменила Я Вижу Как Эта Пыль Рассыпается И Она Рассыпается И Улетает Сектор Магии А Потом Сектор Колдовства И Начинает Вот Магия А потом Интерферентов И Вот Где Эта Точка Была И Начинает Тянуть Вот Этот Символ Эту Руну Которую Ей Поставили И Она Выталкивает Это Из себя И Ломается Этот Штырь На котором Она Была Продета И Оно Все Уходит Я Говорю Чтобы Она Своими Высокими Вибрациями Уничтожила Все Чужеродное Что Находится В ее Пространстве И Пусть Она Уничтожит Эти Воздействия Эти Программы Она Хозяйка Своего Пространства И Она Может Делать Все Что Она Хочет Я Говорю Чтобы Она Расторгла Контракт С Теми Людьми У Которых Она Просила Сделать Этот Ритуал Хочет Она Да Она Это Сделала И Я Вижу Как Эти Энергии Все Уходят Как Будто Снова Какая Пыль Появляется Оно Все Уходит Рассыпается Как Пудра В Нижний Портал Все Дальше И Дальше И Закрывается Все Я Говорю Чтобы Что Она Может Почистить Все Своё Пространство Стереть Всю Информацию Своего Генетического Кода Со Всех Событий Где Повторялись Эти Энергии Все Стереть Ничего Не Было На счет 3 Она Это Сделала 1 2 3 Да И Она Одновременно Заполнила Этими Чистыми Вибрациями Да Сейчас Она Поднимается Вот У нее Цветущая Энергосфера Я Говорю Чтобы Она Все Почистила Что Ей Не Принадлежит Все Энергии Программы Она Может Просканировать Все Своё Эфирное Тело Физическое Тело Убрать Все Блоки Зажимы Со Всех Слоёв Своего Подсознания А также Со Всех Слоёв Своей Рациональной Части Мыслительной Убрать Все Преграды Которые Мешают Ей Быть Счастливой Реализованной Любимой Любящей Все Что Мешает Ей Встретить Ее Единственную Родную Душу Для Создания Идеальных Гармоничных Отношений Семьи Для Счастья И Радости Все Эти Блоки Пусть Она Уберется Из своего Подсознания Со Всего Своего Также Физического Тела Со Всех Вот Оно Уходит Какими-то Полосами Вот Сектор Интерферентов Я говорю Чтобы Она Выталкивала Своими Чистыми Энергиями Теми энергиями Которые В которых Она Родилась До Прихода Зла Пусть Эти Энергии Очищают Все Ее Пространство Наполняют Светом Радостью Счастьем Безметичностью И Гармонией Пусть Она Наполнит Все Внутреннее И Внешнее Пространство Этими Энергиями И Переструктурирует Все Негативные Воздействия Энергии Программы В позитивные Пусть Она Разрешит Своему Высшему Я Проникнуть В ее Сегодняшнюю Жизнь Структурировать Всю ее Жизнь По Замыслу Первотворца По Ее Замыслу Сейчас Она Как будто Бы Родилась Звезда Произошел Как будто Взрыв Огромный Ее Энергосфера Настолько Расширилась Что Она Буквально Как будто Бы Сливается Она Не то Что Сливается Она Начинает Пространство Делать Таким Же Светлым Как Она Сама Посмотри Вика Мешает Ли Что Нибудь Еще Что Нибудь Держит Я Ее Спрашиваю Потому Что Я Могу Четко Видеть Только Очень Тяжелые Энергии То Что Чужеродное Но Каждый Человек Должен Прорабатывать Свои Внутренние Какие-то Спроси Спроси у нее Мешает ли ей Еще что-нибудь Что ее еще Держит На счет Три Ты увидишь Один Два Три Она Вынимает Из Сердечной Чакры Какие-то Камешки Они Похожи На Два Камешка Один Большой Как Бриллиантик А второй Маленький Она Как будто Быть На Белую Салфетку Выкатила Просто Что За Камешки Она Отказывается Она Говорит Это Не Мое Я Говорю Кому Это Принадлежит И Она Это Отдает В Сектор Интерферентов Мне Приходит Вот Такая Энергия Леденящая То Что Душу Ну Препятствует Цветению Души Скажем Так Потому Что Вот Эти Живые Энергии Души Вот Они Цветущие А вот Это Какие-то Камушки А в Пространстве Человека Ничего Не Должно Быть Она Не Хочет Говорить Что Это Но Она Это Выбрасывает Почему Не Хочем Говорить Она Говорит Это Мое Не Знаю Что Мое Но Она Это Растворила Оно Рассыпалось Она 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 Уничтожила И Она Посыпалась Вот Там Сектор Интерферентов Туда Она Его Насыпала Вот Сейчас Считываю Эту Информацию Что Это И Приходит Что Это Ее Как Убеждения Навязанные В Этими Внешними Силами Негативными Я Вижу Как Она Просто Зарастила Этот Портальчик Который Был Открыт Ее Пространство Ее Душа Как Будто Была Открыта То Это Ей Мешало И Сейчас Я Вижу Что Она Так Сильно Хотела Встретить Своего Мужчину Создать Семью Что Она Буквально Создала Такой Как Б Портал Свою Пространство И Вместо Того Чтобы Призвать Сюда Хорошего Мужчину Своего Свою Родственную Душу Сюда Начали Заходить Проходимцы Образно Говоря То Есть Те Которые Пришли Полакомиться Чем То Они Погрелись В лучах Ее Теплой Души А Потом Они Просто Не Могут Выдерживать Ей Не Нужно Их Держать Их Нужно Отпустить Тут Потому Что Свой Мужчина Он Никогда То есть Если Это Родственная Душа Он Никогда Не Сделает Больно Тем Более Не Ударит Как Говорится Самое Больное Если Он Повторяет То Что Ей Причиняло Боль Это Говорит О том Что Этот Человек Притянулся На Ее Вот Эти Блоки Сейчас Насчет Цветок Цветок Сольется С Ее Собственными Энергиями А Все Чужеродные Энергии Чтобы Она Вытолкнула Из Своего Пространства И Она Выталкивает Этого Человека Из Этого Цветочка И С Этой Иголочки Вот Сначала Цветочек Выталкивается И Рассыпается Потом Эта Иголочка Рука Весь Образ Этого Человека И Уходит Туда Вниз Нижний Портал И Она Раз Захлопнула Этот Портал Вот Он Закрывается Затягивается А Цветочек Сейчас Я Смотрю Смотрю Взяла Луку Большую И Не Могу Рассмотреть То Есть Она Забрала Всю Информационную Составляющую И Сейчас На Эфирном Плане Он Не Считывается Вообще Никак Он Стал С Ну Это Татуировка Осталась С Ней Одним Целым То Есть Какие Она Энергии Имеет Такие Энергии Имеет Цветочек То Есть Никакой Разницы Отлично Отсоединись От Этой Ситуации Идем Дальше Ксения Хочет Очиститься И Убрать Все Медитации В Квантовом Пространстве От Ирины Ищенко Это Технология Разработка Под Названием Отмология Пусть Она Тебе Покажет Эта Женщина Находится В Секторе Плодовства И Она Имела Под Ключку Сердечную Чакру И Сейчас Ксения Ее Как-то Я Говорю Не Надо Ее Втягивать Но Она Ее Втягивает Внутрь Эту Женщину Почему-то Почему Она Ее Хочет Втянуть Я Вот Смотрю Как Что Она Хочет Сделать И Вытолкнуть Через Через Все чакры Вниз Я Говорю Что Не Нужно Ее Втягивать А наоборот Нужно Вытолкнуть Ее Одновременно Потому Что У нее Такая Подключка Идет К Сердечной Чакре К Этой Женщине И Отсюда Даже В Нижний Портал Через Ноги Во Всем Энергетическим Центром Вниз Я Говорю Чтобы Ксения Наполнилась Энергиями Своими Собственными Чистейшими Энергиями Первозданной Вселенной Себя Первозданной И Вытолкнула Эту Женщину Эти Энергии Одновременно Залечивая Все Своё Пространство Она Расторгла Контракт Дала В руки Уже За пределами Своей Энергосферы И Оно Все Рассыпалось Ничего Нет Отлично Хорошо Отсоединись От этой Ситуации Идём Дальше Также Ксения Хочет Отказаться От обрядов Крещения Двух Детей Ивана И Ангелину Чтобы Её Вообще Ничего Не Связывало С Христианством Ну Я Говорю Ей Чтобы Она По очереди Зашла В тот Момент Когда Она Участвовала В Крещении Ивана Да Она Отказывается Эта Ситуация Тоже Пропадает Она Рассыпается Сейчас Я говорю Чтобы Она Зашла В момент Когда Она Брала Участие В Крещении Ангелина Она Она Тоже От Соединена Как бы Отказывается Уходит И Пропадает Это Всё И Подключка К ней Вот Была От Этих Ситуаций Тоже Пропадает Всё Растворяется Я Говорю Чтобы Она Стерла Всю Информацию Об Этих Событиях Наполнилась Энергией Чтобы Восполнила Те Участки Эфирные Где Была Запечатана Это Но Пропечатана Эта Информация Своими Чистыми Энергиями Да Ничего Не Было Сделано Да Отлично Отсоединяйся От Этой Ситуации Идём Дальше Ксения Хочет Отменить Обряд Перенаречение Имя Ксения В имя Ярила После Второй Консультации У Татьяны Но Это Имя Ей Ну Вообще Не Подходит Она Очень Тяжелая Это Женщина С Этим Именем Как будто Бы Вторглась Насильно Сектора Магии Колдовства Но Это Вообще Странная Практика Потому Что Если Человек Хочет Поменять Имя Он Должен Пойти В Паспортный Стол И Поменять Своё Имя Или Фамилию На Какую Он Хочет То есть Здесь Вообще Нет Никаких Проблем Зачем Вот Это Делать Такое Воздействие Тяжелое Ужасное То есть Как Девушка С Именем Ярила Может Привлечь В свою Энергосферу Мужчину Мужчин 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 Обычно Мужчин Интересуют Девушки А не Мужчины То есть Вот это Точно Не нужно Было Делать Хорошо Хочет Она Избавиться До того Всего Да Я вижу Что Она Расторгает Контракт С Этой Девушкой Она Ей Расторгает И отдает То есть Расторгает Сам Момент Я говорю Чтобы Она Вытолкнула Эту Подключку С Этим Именем Энергетика Этого Слова Ярила Ужасная Просто Ясно Сделала Она Это Да Это Все Уходит Я говорю Чтобы Она Вытолкнула И Закрыла Портал Пусть Прикажет Этой Ведьме Она В секторе Колдовства Находится Забрать Это Имя Себе Пусть Себе Забирает Прежде Чем Кому То Что То Рекомендовать Нужно На Себе Проверить Хорошо На Счет Три Она Это Сделает Один Два Три Да Она Закрыла Портал И Он Закрылся Полностью Я Говорю Чтобы Ксения Распространила Свои Энергии Живородящие Фрактальные Энергии По тем Всем Программам Где Было Прописано Это Имя По Всем Энергиям И Заменила На Ее Чистейшие Вибрации И Проструктурировала Все Ее Пространство Внутреннее И Внешнее Вот Да Она Вот Так Избавилась Потому Что Ее Душа Чувствовала Вот Эту Тяжесть Этого События Этих Энергий Хорошо Отсоединись От Этой Ситуации Идем Дальше Ксения Хочет Убрать Штрих Код Солба После Получения Загран Паспорта Посмотри Есть Он У нее Есть Он Прописывал В ее Энергосфере У Некоторых Нет У Некоторых Есть После Этого Он Вот Так Отображается Несколько Раз Меньше Больше На Всех Эфирных Телах Я Говорю Что Она Посмотри Только На Эфирных Телах Или На Физическом Тоже Оно Имеет Как Бы Я Сейчас Смотрю Оно Как То Под Кожей Как Будто Бы В Самой Коже Или В Глубоких Слоях Кожи Вот Там Какие То Такие Получились Как Спаечки Беленькие То есть Я Вижу Что Там Клеточки Как То По Другому Соединены То Идет Информационное Даже на Физическом Плане Это Проявляется А Можно Это Убрать С Физического Тела Можно Все Можно Я Спрашиваю Ксению Чтобы Прошу Ей Чтобы Она Мне Показала Что Она Делает Прямо В Своей На Физическом Плане Что Она Хочет Сделать И Что Она Сделает Чтобы Это Уничтожить Да Пусть Покажет Она Первый Шаг Она Говорит Забрать Энергию То есть Она Идет В Паспортный Стол И Отменяет Это Событие То есть Она Им Как бы Отдает Этот Штрих Код Она Паспорт Себе Забирает А Отдает Им Штрих Код Ну Да Она Штей Его Не Заказывал Ну Да И Сейчас Я Говорю Что Она Хочет Сделать И Она Начинает Как Бы Разрушаться И Вот Эти Ниточки Как Будто Бы Спайки Мне Приходится Это Как Спайки Они Начинают Разрываться Они Начинают Разрываться На Физическом Плане Я Вижу Как Этот Код Начинает Ломаться И Он Просто Пропадает Начинает Стекать Как будто бы В эфирном Пространстве И Исчезает Она Его Как будто Лазером Вот Своей Собственной Энергией Все Восстановило Целостность Всех Своих Физических Структур И Таким Образом Все Оно Ушло Я Вижу Куда Он Я Говорю Чтобы Она Выбросила Вытолкнула Из Своего Пространства И Сейчас Она Как будто Его Вынимает Вот Так И Отдает Сектор Интерферентов Отсекает Даже Огонь Какой-то На него Пустило И Оно Сгорело Портал Закрылся Она Еще Больше Поднялась Еще Выше Отлично Отсоединись От Этой Ситуации И Посмотрим Такой Вопрос Ксения Хочет Знать Эзотерическую Причину Войны Со Своей Тетей Любой Сейчас Я Увидела Что Это Тетя Люба Стоит Снова Эта Картинка Маленькая Девочка Стоит А Возле Нее Стоит Этот Рептилоид И Сейчас Ее Тетя Люба Стоит В том же Месте Где Стоял Этот Рептилоид То есть Она Исполняет Волю Этой Рептилии Тетя Люба Ну Во-первых В эфирном Плане Она Ужасный Человек У нее Энергосфера Вообще Не имеет Никакой Защитной Никакой Защиты Не имеет Съедена Изнутри Своим Жезлом Коварством Также Она Вероятно Занималась Колдовством Или На ней Порча Сильная То есть По крайней мере Этой Тете Любе Ну Нужна Помощь Если Она Хочет Потому Что Все По Желанию Да Ну Она Это На физическом Плане Проявляется Духовная Война То есть Если Светлый Человек Заступается То есть Вот Что Происходит Вот Светлая Душа У нее Что У нее Очень Сильное Такое Желание Сильное Желание Помочь Тому Кого Гнобят Помочь Тому Кто Слабее Это Как раз И Отличает Человека Светлого А Вот Темный Человек Будет Бить И добивать Того У кого Легко Отобрать Что То Кого Легко Обидеть Кто Беззащитный То есть Таким образом Очень легко Проследить Кто На какой Стороне Кто На стороне Зла Кто На стороне Добра Честный Человек Никогда Не будет Клеветать Он 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 Просто Отойдет Уйдет Но Он Не Будет Мстить Не Будет Клеветать Не Будет Вот Этого Делать Если Человек Это Делает Это Означает Что Он Проявляет Здесь На Физическом Плане Те Энергии Чем Этих Темных Миров Потому Что У них Там Одни Войны Там Понятия Нет Такого Чести Совести Там Это Отсутствует Если Кто-то Поступает Как Ну Образно Говоря Как Свинья То Нельзя Сказать Что Это Человек Цветочек Если Он Так Поступает Он Так И Есть Вот И Все Нечего И Думать Почему Так Ксения Хочет Вернуть Весь Негатив Который Исходил Вот Тетя Любы Обратно Ей Все Плохое Что Она Сделала Ксению Вот Тетя Люба Она Находится В секторе Колдовства Она Конечно Ничего Там Вероятно Не Колдует Я Не Вижу Никаких Ритуалов Просто Ее Вот Это Теж Теж Тяжелейшая Энергия И Под Ключ Идет Третьей Чатре Именно К тому Родовому Я Думаю Что Сейчас Ситуация Должна Просто Как-то Рассыпаться Я Говорю Ксении Чтобы Она Приказала Этой Тете Любе Убраться С ее Пространства Вытолкнуть Ее В ней Уже Нет Этих Энергий В Ксении Потому Что Она Избавилась От Этого Блока Их Ничего Уже Не Связывает Я Вижу Что Через Эту Тетю Любу Вот Когда Она Уходит Она Сначала Подтянулась В сектор Колдовства А потом В сектор Интерферентов И много Ниточек С многих Меридиан Тянутся Отрываются Вот И голове Тоже Я говорю Чтобы Все Отдала Все Воздействия И последствия Ее Вредность Вредных Вот Этих Действий И все Энергии Все Все По себе Забирает И уходит Отсечь Вот Удалить Пусть Забирает Каждый Должен Нести Ответственность Только Сам За себя Никого Жалеть Нельзя Потому Что Жалость Это Последнее Чувство Чувство Справедливости Заставляет Заступиться За За Того Кого Гнобят А Чувство Жалости Препятствует Росту Человеку Который По Своей Же Вине Попал В Плохую Ситуацию То есть Человек Может Дойти До Самого Дна И Только Потом Осознать Что Что он Делает Не так И начать Свой Духовный Рост Но Если Человеку Потакать На Его Пути К Падению Он Подумает Что Это Нормально Что Это Должно Так Быть Все Что Происходит В жизни Человека Происходит По Его Воле Или Через Его Попустительство Так Что Пусть Уходит Да Ушла Отлично Оценились От Этой Ситуации И Спроси Ксению Теперь Ей Ничего Не будет Мешать Изучать Английский И немецкий Язык Я говорю Ей Она Говорит Нет Но Внимание Ее Приковано Где-то Там В мозг Я говорю Что Она Может Убрать Все Блоки И Преграды К Изучению Иностранных Языков Я говорю Что Она Может Вернуться В тот Момент Когда Она Жила Когда Вселенная Была Совершенна Когда Не было Зла Когда Ее Память Была Открыта И Она Просто Не Нужно Было Запоминать Она Просто Все Знала Что Она Своё Это Качество Может Пойти В тот Момент И Взять С собой В Это Настоящее Это Качество Просто Автоматически Все Знать Все Запоминать Я говорю Чтобы Она Настроила Настройки Своей Памяти Чтобы Потому Что Мне Приходит Что Вот Долго Как-то Вот Этот Переход В Долгосрочную Память Он Как-то Там Что-то Не Так Работает Я Говорю Чтобы Она Перенастроила Свою Память Таким Образом Чтобы Она Запоминала Особенно Иностранные Языки Те Которые Она Изучает Просто С первого Раза Чтобы Вся Информация Заходила В Долгосрочную Память Она Говорит Что Как-бы Нужна Вот Цель А Нужно Себе Ну Как-бы Поставить Цель И Когда Она Изучает Новые Фразы Например Чтобы У нее Цель Была Что Она Это Все Запомнила Сразу Да Да То есть У нее Такая Цель Которая Сразу Как Поезд Который Будет Завозить Эти Слова В Долгосрочную Память Отлично Я Говорю Чтобы Она Наполнилась Все Наполнила Своими Чистыми Энергиями Все Пространство Своего Физического Мозга Работы Памяти Чтобы Настроила Идеально Чтобы Она Быстро Запоминала Ей Нужную Информацию Быстро Ее Вынимала Из Складова Памяти В Нужное Время Чтобы Все Происходило Максимально Комфортно Для Нее И Чтобы Она Чувствовала От изучения Иностранных Языков Радость Счастья Хорошо Посмотри Пожалуйста На Каком Она Сейчас Уровне Я Вижу Цифру 140 Она Находится В Светлом Пространстве Ее Энергосфера Сияет Она Прозрачная Если я Присматриваюсь Ну Вот Цветущая Наполнена Этими Цветущими Энергиями Отлично А Также Скажи Пожалуйста Сколько Она Теряла Энергии На Начало Сеанса На Счет Три Тебе Придет Цифра 1 2 3 В Том Состоянии Я Вижу Цифру 97 Сейчас Ее Энергосфера Она Наполнена Идут Даже Не В Сотнях А В Тысячных Каких То То Это Уже Как Б Нашего Вот Сейчас Я Поняла Когда Я Иногда Видела Цифры Вот Эти То То Это Характеризует Вот Эту Энергию Энергию Чистой Вселенной Фрактальные Вот Эти Энергию Которые Рождают Сами Себя Отлично Спроси Ксению Можем Лим Завершить Работу Для Ни Да Мы Можем Завершить И Я Проверила Специально Видимо Ли Она Для Темных Нет В таком Состоянии Она Невидима То Ее Невозможно В этом Состоянии Как бы Считать Ее ДНК Потому Что Вот Это Ее ДНК Эти Энергии Они Все Негативное Просто Растворяют Они Боятся Как Огня Отлично Хорошо Тогда Давай Прощаться С Ксенией Я Ей Поблагодарила Она Тоже Благодарит Посылает Нам Поцелуи Спасибо Хорошо Тогда Проверяет Постранство Вокруг Себя Все ли Чисто Да Все Чисто Так Красиво Будем Выходить Хорошо Я Посчитаю От одного До трех И ты Вернешься В настоящее Откуда Я с тобой Разговариваю Будешь Чувствовать Себя Отдохнувшим Будешь Чувствовать Себя Превосходно Один Два Три Три Открывай глаза Включайте Ксения Микрофон Делитесь У меня У меня нет слов У меня Прям У меня Зашкаливает У меня Такое Состояние Просто Я где-то Летаю Просто Парень Да Это было Просто Супер Виктория Когда Вы говорили Помните Что Вот этот Знак Который Я показывала Рептилоиду Когда Там Рисовала Зубку Как Знак У меня Был момент Когда Мне приснился Сон Лет пять Назад Я просыпаюсь И у меня Во сне Постоянно Было слово Калаврат 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 А он же Похож на Да Я проснулась А я не понимаю Я даже не знала Что это такое Я залезла в интернет Начала смотреть Что это такое Что это означает Оказывается Такое слово Существует И не просто Существует А это Словян Да Он Защита Это Очень сильная Защита Мощная Прям такая И я думаю Господи И сейчас у меня Все пазлы Складываются Да Это не просто Защита Это Те энергии Которые Мы Продуцируем Которые Мы Продуцировали И которые Закрыты Сейчас уже У вас Открыты И каждый человек Это может Открыть Себе Вот Чего На самом деле Они боятся Понимаете Да Так что Все у вас Будет хорошо Уже Все хорошо Уже Да Все хорошо И кстати По поводу Иностранных Языков Я вспомнила Такой момент Когда Я В детстве Мне было Лет восемь На тот момент Как раз После перестройки Появились новые Каналы И когда был Канал Ну он шел На английском языке Там детские Что-то Медвежата Там какой-то Детский Как сказка Либо Не мультика Там Фигуры Они не нарисованные А вот как Плюшевые Эти медвежата И что-то там Я стояла И смотрела Этот фильм Вот Стояла И просто смотрела И в один момент Я себя поймала На мысли Что я понимаю Каждое слово И когда я это поняла У меня резко Все отрезала Я до сих пор Помню этот момент Думаю Ну как так Ну не может же быть Ну я же понимала Этот язык Я же знала Каждое слово Это английское Что они говорили Как То есть Ну что это такое И вот до сих пор В детстве Скоро Такой будет Да И А в последние Вот два года То что я изучаю Я понимаю Что У меня моментами Вот Бывает такое состояние Когда Вроде бы Ну В основном состояние Что я ничего не понимаю Не могу запомнить Ну вот это было состояние Что я не могла ничего Понять Что происходит Все путалось И в один какой-то момент Щелкало Вот это было Раза два Или три Вот щелкало Прямо такое состояние Что Так все Ну я же нормальная Все у меня Я все запоминаю Это же очень легко Элементарно Это вот так Вот так Вот так А что меня там То есть парит Вот я не могла понять И вот Пожалуйста Теперь все будет Теперь все хорошо Правильная цель Я легко И быстро Все запоминаю Я знаю Все Я хочу Особенно поблагодарить Тараса Потому что С ним работать Настолько Настолько комфортно Что я уже так скучала За такой работой Так давно скучала Да Благодарю Тарас Это что-то С тобой тоже приятно Да У вас действительно Очень стукарный Очень хороший тандем И когда я первый раз Вот буквально вчера Я увидела Что Тарас Вместе с Викой Работает Я помню сеанс Тараса Потому что я много Чего смотрела Пересматривала Ну как смотрела Как выходила Я всегда смотрела Что новенькое Потому что всегда В каждом сеансе Что-то для себя Подчеркиваешь Что-то там Откладываешь себе И я помню И для меня было удивление Такое Вау Как-то Так классно У вас действительно Вот такая легкость Легкость Душевность Любовь Добро Вот прям Так легко Классно Ребята Так Я вам Очень благодарна Спасибо вам огромное Я вам желаю Чтобы Все у вас шло Прям очень хорошо Я знаю Что идет хорошо И будет хорошо И Да Супер Спасибо вам огромное Псения Вопросик Можно Да Можно 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 Я знаю Я не против Спасибо 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 вам огромное Хорошо До свидания Пока-пока До свидания До свидания